Вы верите, что он на это способен? Я нет. В спорте всё бывает, но, наверное, не сегодня. Но, наверное, не сегодня, да. Сегодня было и так слишком много выдающегося. Фантастическое катание Матиды, фантастическое катание Ханью. Даже не знаю, как его охарактеризовать. Ещё более крутое, чем у Тацуки. И феноменальное выступление Хавьера Фернандеса с тремя зачтёнными четверными в произвольной программе. Барунда Капричёза, Амиль Сенсенс, Токахик Кадзука. Возвращение героя. Давненько его не было на серьёзной мировой арене, но он, в отличие от других японских спортсменов, в нынешнемся за них катал на четырёх континентах, ни много ни мало накатал на второе место, проиграв лишь только соотечественнику Токахико Мури. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С ошибки четверной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Под эту же мелодию я от Ирины Сотникова выиграл Олимпийские игры. Но Токахи Кадзука не от Ирины Сотникова, ему пока не довелось даже выступить на Олимпиаде, не то что выиграть. В этом году. Так-то в Ванкувере он был, и причем был даже на 8-м месте. Причем тогда он был третьим номером сборной Японии, и сейчас, судя по этому выступлению, тоже является по-прежнему третьим номером своей команды. Стабильность. Просто с уверенностью можно сказать, что наш Максим Ковтун становится на 4-м месте. Да неужто. Я вот не верю, пока я жду окончания проката Кадзуки, но похоже, что действительно у Максима Ковтуна, может быть, самое обидное получается. В итоге четвертое место, то есть фактически шаг до пьедестала, и ты остаешься без медалей. Но справедливости ради, я думаю, надо отметить, что с теми тремя монстрами, которые в конце концов окажутся с медалями после окончания этого чемпионата мира, сегодня и позавчера бороться было решительно невозможно. И здесь ни слова упрёка никому в принципе. Просто они были настолько хороши, что дотянуться до них было, ну, пускай ладно, не скажу невозможно, невероятно сложно, и этого невероятного не произошло. Вот тот же Кадзук. Хорошо смотрелся в короткой. Вернер идеален был практически в короткой. И где Томаш, и что сейчас вытворяет Табахик? Ну, как я вам и говорю, что всё будет решаться в произвольной программе. Всё и решилось? Да. Хотя молодец, что он до конца тоже борется. Томаш, и что вытворяет Томаш, и что вытворяет Томаш. По протоколу, не думаю, что это реально. Хотя вращение последнее классное. Ну вот и завершается чемпионат мира в соревнованиях среди мужчин. Завершается он, не скажу, что жирный кляксой в исполнении Томашика Кадзуки. Он сейчас получит очень высокие оценки в итоге, даже несмотря на одинарный тулук, несмотря на отсутствие одного каскада. И, соответственно, незачтённый как полноценный тройной аксель, который в этот самый каскад и пошёл. Причём с большими сбавками, с минусами и без каких-либо дополнительных бонусов. Но ещё раз, наверное, задам тот же самый вопрос, который сегодня уже звучал. Ну и кто скажет, что вот этот чемпионат неполноценный? Ну шикарный же чемпионат! По крайней мере, в мужском первенстве восхитительный. В парах прекрасные результаты и отменное катание показали призёры. Ну а что вытворил вот этот 19-летний молодой человек, оно вовсе не поддаётся описанию ни на одном языке мира. Может быть, японцы только что-то знают. Остаётся нам, наверное, его подучивать, этот язык. Потому что если ты принадлежишь к стране восходящего солнца в нынешнем сезоне, это означает, что ты большой-большой молодец в фигурном катании среди мужчин уж как минимум. Эта оценка падает. Абсолютно точно, что он будет за Максом. Да, да. Ну что же, четвёртое место. Блестящее выступление. Если ещё не хочется этого делать, мне кажется, ещё и недокрут был. Кстати, в короткой иммуне засчитали недокрут с двумя ногами. И тут две ноги посчитали, а недокрут в тулупе как-то. Как ты тоже остался вне внимания? Справедливость восторжествовала? Восторжествовала, сто процентов. Так вот, не хочется вспоминать, но так, на всякий пожарный напомним о прогрессе, которого достиг Максим Ковтун между двумя своими чемпионатами планеты. То семнадцатое место, оно вызвало много кривотолков, и на протяжении всего сезона самому Максу, возможно, навредило больше, чем помогло. Хотя, как может помочь семнадцатое место, я лично не представляю. И вот он, ответ скептикам. Четвёртое место в такой компании. В такой компании, где позади остались Кадзука, Джереми Эбот, великолепно откатавшиеся оба раза, Ханьянь, Томаш Вернер, Кевин Рейнер со своими тремя неполноценными четверными. Ну и многие-многие другие. Кто-то скажет, не хватало Чиана, кого ещё? И Жубера. Тем не менее, тем не менее, восхитительное выступление Максима Хоффна, при том, что Сальхов-то он и не исполнил четвёртый. То есть, есть куда расти, и мы его лучше, лучше выступление видели, как в короткой, так и в произвольной программах на протяжении этого сезона. Ну, правда, в разных турнирах. Так что, господа, прекрасный чемпионат. И с точки зрения результатов, в том числе, тоже. Итоговое место. Токотет Кадзуки шестое. Он проигрывает ещё и Эботу, причём проигрывает совсем немало. А Максим Хофф, он поднимается на четвёртую позицию на чемпионате мира. Сыграло то, что за Максима здесь, наверное, осталось болеть одоленосотник. А как, мне кажется, почему? Сможен быть. Ну и все остальные факторы, конечно же, тоже сыграли.